Брат и сестра 12-11 лет живут в постоянном конфликте. Обзываются, жалуются друг на друга, мешают друг другу и так далее. Дома постоянный крик. Я объясняю им, что так нельзя, что нужно уважать друг друга и интересы других людей, что нужно поступать так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, но все впустую. Только отойду в сторону. Так они из-под тяжка друг друга щипают, пинают и языки показывают. Как быть? Вот я в моей семье единственный ребенок и жена тоже у своих родителей единственная. И поэтому мы с этим сами в нашей жизни детской никогда не сталкивались. И когда у нас уже было двое деток, хотя у них разница-то была побольше, разница у них в 6 лет, мы с этим слотнулись, что они ведут себя, вот как здесь написано. Тут разница год, а у наших было 6 лет, но все то же самое. И они иногда эту другу готовы просто убить. Это постоянный ор, конфликты и так далее. И мы думали, господи, что, что такое? И стали спрашивать у своих друзей, знакомых, которые жили в семье с братьями и сестрами. И большинство из них рассказывало те же самые истории. Что независимо от разницы в возрасте, иногда это год, иногда это 3, иногда 6, у братьев и сестер вот эти вот постоянные конфликты. И я не знаю, как в Америке, наверное, не смотрят русские мультики. У нас есть такой, правда, экспортируемый на запад мультик, называется «Барбоскины». И там вот история про семью из собачек, очень поучительная и для детей, и для взрослых. И там тоже показано, что постоянно вот сестры, они в этом находятся конфликте. И потом мы уже так с женой поняли, что эта ситуация, она чаще такая, чем другая. Крайне-крайне редко братья и сестры, они, если живут в общем пространстве, крайне редко они живут гармонично и так далее. Чаще всего это вот, ну, очень похоже на вот эту ситуацию. Она очень частая, и я бы не назвал ее нормальной, да, потому что она, конечно, разрушительна и для самих детей бывает, и для родителей. Но она, скажем так, достаточно обычная. Что бы я на эту тему здесь сказал? Прежде всего, очень важно понимать, что вот эти вот острые отношения и это противоборство, противостояние, это еще не есть все, что есть у этих там брата и сестры или двух сестер. И на самом деле, то, что находится в глубине, оно иногда от этого отличается, иногда отличается сильно. И эти дерущиеся братья и сестры, которые в этом конфликте постоянно, они в какой-то ситуации готовы там друг за друга жизнь отдать. И когда, бывает, эти ситуации в жизни происходят, то родители удивляются, господи, нам казалось, что они там убьют друг друга или подставят, а они вот так друг за друга горой. В этом есть вот суть этих отношений, да, братьев, сестер. Особенно, если еще они бывают не полностью родные, да, то есть там бывает у кого-то один папа, у кого-то другой папа. И тогда этот конфликт, он на более глубинном уровне, это как бы конкуренция между двумя папами у одной мамы. Это еще и подпитывает данную ситуацию, как, например, у моих старших деток, да, у них разные папы. И это, конечно, им подливало масло в этот огонь. Поэтому, прежде всего, мы смотрим на это чуточку по-другому. Что в их отношениях есть такой элемент, и в их отношениях есть другой элемент. Просто раскройте глаза на другие части этой жизни. Это важно вам, чтобы вы дальше делали то, что я буду говорить дальше. Посмотрели на это, что есть не только это. Потому что иногда это настолько нас, ну, разрушает родителей, что мы это видим, а остального не замечаем. Дальше, вторая штука, что с этим можно делать. Бессмысленно объяснять детям, вот как в этом вопросе у меня написано, что нужно уважать друг друга и интересы других людей. Это все мимо летит. Это вы объясните им где-нибудь другой ситуации, но не здесь. Нужно поступать так, как хочешь поступали с тобой. Тоже это прекрасная вещь, она здесь неуместна. То есть здесь объяснение, как надо вести себя друг с другом, оно не работает вообще. Потому что их конфликт, он не идет на уровне логики. Это они так рассказывают про свои отношения. Почему я ее стукнул? Потому что она мне мешала или там вот обзывалась на меня. Но на самом деле конфликт, он из глубины, и он про другое. Очень важно в этом конфликте не принимать никогда ничью сторону. Даже если у вас есть полное ощущение, что кто-то в этой ситуации, в конкретной ситуации прав, а кто-то не прав, вы не находитесь ни на чьей стороне. Это сложно, я знаю по себе. Когда смотришь, как большой дубасит мелкого по голове, думаешь, что бы он там ни сделал, да он же маленький, он нельзя дубасит по голове. Ну или наоборот, да, бывает. Вот постарайтесь здесь быть очень осознанными и воздержаться от принятия чьей-то стороны. Вы здесь абсолютно находитесь над ситуацией, не там и не там. Вот это вторая штука, даже если очень хочется. Третья штука. То время, которое вы проводите вместе, нужно очень хорошо вам следить за тем, чтобы у каждого была своя значимость какая-то. Чтобы в этом процессе каждый ребенок, он чем-то мог себя, не знаю, проявить, показать, какую-то роль сыграть, и чтобы вы обязательно на это давали обратную связь. Бывает, когда сделал что-нибудь, ну, один ребенок, особенно если младший, ему говорю, о, о, какой ты молодец. Для другого ребенка это просто ножом по сердцу. И не важно, что его вчера похвалили два раза. Если сегодня его не похвалили один раз, похвалили другого, он это воспринимает, как, ну, удар по самолюбию. И вот будьте внимательны в этом месте. Понятно, что дети получают, условно говорю, хорошие оценки в разные дни, да, и вы какую-то свою похвалу или поощрение высказываете, соответственно, ситуации. Но вот помните о том, что это важно. Практический пример. Мама заходит в комнату, сидят два ребенка, брат и сестра. Значит, дочка говорит, мама, а я сегодня получила пятерку. Что делает мама? Мама подходит к брату, заметьте, да, сестра получила пятерку. Мама подходит к брату, просто кладет брат, ну, сыну своему, руку там куда-то на плечо или его приобнимает, ну, так как бы мимоходом. И при этом говорит, значит, своей дочери, что ой, ты какая молодец. Поймали тонкий момент, да? То есть она сейчас во взаимодействии с братом, который пятерку не получал, поощрение не дождется. Но мама встала у него за спиной или рядом с ним, положила ему руку на плечо, она с ним в контакте. И она говорит своей дочке, которая стоит в трех метрах в стороне, да, ты молодец, пятерка получила. Эта ситуация, она не порождает конфликт. Каждый получил что-то. Вот попробуйте на этом примере простом так выстроить взаимодействие с детьми, чтобы вы могли в ситуации, когда один где-то в более выигрышном моменте, второму что-то сделать, что-то дать. Иногда это просто движение, иногда это взгляд, да, если вы это хорошо чувствуете. У вас это не будет получаться всегда. Не ждите от себя мгновенного в этом месте эффекта, это надо научиться делать. Но когда вы это научились делать, то вы очень тонко этот процесс ведете, и у вас каждый получает то, что нужно. Это на самом деле тоже из книжки, ну, похожие вещи из книжки Кэтрин Кволлс «Радость воспитания». Там много этих приемов, и тема про братьев-сестер, она там обсуждается очень хорошо. Но вот я пользуюсь этой штукой, работать потрясающе. Причем, когда дети более разного возраста, да, там 6 лет, все равно работают. Иногда это просто преобнять, как я рассказал, иногда это что-то еще. Но очень хорошее движение получается, и можно за неделю эти ситуации конфликтные свести, ну, не на нет, но уменьшить количество. Мне было интересно в этом примере, что все-таки сестра, которая считает, что она заслужила поощрение. Значит, ее не смущает, что она получила поощрение заслуженно, и еще вот этот вот, которому, собственно, и не... Почему же мама ее не обняла и не сказала «молодец», а обняла вот еще кого-то? Она ей сказала «молодец», а в этот момент обняла – это не то, что так прямо вот обняла, что, да, сестра думает так, а что мама его обнимает? Это мимолетное движение, это не нарочитое движение, это не способ показать сестре, что ты знаешь, что ты молодец, а я вот его тоже люблю, да, чтобы, не дай бог, никто из вас не подумал. Нет, это нюанс. Это такая вот тонкая штука, но это очень часто это или телесное взаимодействие, или какой-то взгляд, или просто вы находитесь рядом, рядом за, и это уже тот контакт, и с этого места вы говорите, и этого достаточно. Это не вызывает протеста. Окей, хорошо, хорошо. Прояснилось, а то я говорю, вроде как она демонстрацию устраивает. Не-не-не, не демонстрация, это маленькое движение, это чуть-чуть, это может быть такое, ну не знаю, секундное касание, но в нужный момент, и тогда опыту срабатывает, ага, мама и там, и там. Ну вот попробуйте в этом ключе, да, я же просто пример привел, родители найдут сами варианты, как это сделать, а тут главное понять принцип. Вот принцип, мне кажется, я донес, а дальше вы построите свое. Хорошо, спасибо.